Здравствуйте! Вы смотрите программу «Полезные метры». Темпы роста цен на жилье в Екатеринбурге уже практически месяц балансируют вокруг нуля. Кольбания не превышает 0,2% в обе стороны. Эксперты считают, что такая стагнация не окажет существенного влияния на инвестиционную привлекательность недвижимости. Выдача ипотечных кредитов по-прежнему динамично растет. Дизайн интерьера, строительство и недвижимость – как всегда темы нашей программы. Да будет свет! Не секрет, что свет является незаменимым атрибутом создания уюта, да и вообще жизни в целом. Свет способен на многое. Продлить день, взбодрить, успокоить, подчеркнуть достоинства, либо скрыть какие-то недостатки. Поэтому, выбирая осветительный прибор, следуйте правилу 3К. Красота, качество, комфорт. Первое, на что всегда обращают внимание – это внешний вид. По одежке встречаем, и с этим, как правило, проблем нет, так как в магазинах на сегодняшний день можно подобрать любой осветительный прибор на свой вкус и цвет. Это и классические светильники с абажурами из ткани и искусственной кожи, и светильники винтажные, светильники со стеклянными клапончиками. Есть светильники с вставками из натурального камня, дерева, также есть настойные лампы декоративные с мозаикой. Второе – качество. Обратите внимание на производителя, на материал, проверьте стыки, выключатель, провода, которые в обязательном порядке, кстати, должны быть изолированы. И не забудьте его понюхать. Да-да, вы не ослышались, именно понюхать. Качественные осветительные приборы не имеют запаха. Любой аромат пластмассы или химии усилится при нагревании, что явно не будет способствовать комфорту. Кстати, комфорт – это то самое третье качество. Третья ступень – проверки. Комфорт, как правило, зависит от способности освещать – ярко или не очень. Например, для спальни лучше выбирать светильники с мягким, приглушенным светом, для кабинета – с дневным, а вот для кухни подойдут более яркие источники света. Кроме всего прочего, свет должен хорошо рассеиваться и не раздражать глаза. Да будет свет! Красота, качество и комфорт! В Японии до 31 марта 2013 года можно увидеть одну из самых ошеломляющих световых инсталляций, которая называется «Зимнее освещение». Она находится в ботаническом саду на острове Нагишима. Это лучшее зимнее световое шоу во всей Японии. Парк сияет с помощью миллионов сверкающих светодиодов. Магазин светильников «Мегасвет» – это богатый ассортимент осветительных приборов на любой вкус. Экологичность, качество и неповторимый дизайн. Консультации специалистов. Ждем вас по адресу Большакова, 155, телефон 212-0015. Как проходит переезд с мувинговой компанией? Чтобы составить подробный видеорассказ на эту тему, мы приехали ранним утром домой к переезжающим, засняли каждый шаг специалистов и записали все комментарии. В данной квартире производится разборка платиных шкафов, шкафов-купе, двух-трехстворчатых со стеколами, без стекол. Также имеется полная встроенная кухня со встроенной туда техникой. Также здесь, в этой квартире, в данной производится у нас снятие люстр со всех комнат. Перед началом разборки и сборки, как правило, в центре комнаты формируется рабочее пространство, на котором и происходит непосредственно разборка и упаковка предметов. Отдельные нестандартные предметы, такие как цветы, люстры, упаковываются в индивидуальную упаковку в гофрокартон. Матрасы от полутораспальных и от двухспальных кроватей обязательно встречаются для того, чтобы их не замрать. Особо плотно упаковываются стекла. Это двойным слоем гофрокартона. После того, как все коробки и предметы разобраны, происходит маркировка всех предметов. Если это касается шкафов-купе, это по количеству маркируется, для того, чтобы сборка была проще и переноска шла сразу же на то место, куда необходимо. В коробочке, соответственно, подписывается, что находится в коробках и в какую комнату идет. Для того, чтобы, когда ребята уже заносят в квартиру, да, если несколько комнат, то сразу шло в ту комнату, где оно и должно распаковываться. На данном объекте происходит разборка встроенной кухни. Это вентиляция, это электроплита с варочной поверхностью, это мойка, встроенный холодильник. Особенность данной кухни – это цельная поверхность столешницы. Порядка трех метров она, поэтому требует очень аккуратного обращения с ней. Во всех комнатах происходит демонтаж люсков с последующим монтажом на новом объекте. Демонтаж – монтаж жалюзи. На данном объекте производим демонтаж бойлера 50-литрового с последующим монтажом на новом месте. В детской производим демонтаж шкафа. Монтаж шкафа в данной ситуации не будет производиться, он будет лежать на складе, поэтому упаковывается все более плотно в двойной слой гофрикартона. На новом месте происходит расстановка по местам согласно пожеланиям клиента. Как правило, это либо заранее оговоренная схема составляется, либо клиент на месте показывает. Я бы хотел, чтобы вот это стояло здесь. И ребята, соответственно, расставляют так, как ему хочется. По окончанию работ обязательно подписывает клиент акт выполненных работ. Переезжайте с умом, и пусть в вашем новом доме всегда царит покой и благополучие. Знаете ли вы, по результатам социологического исследования, россияне, находящиеся в достаточно устойчивом экономическом положении, считают наиболее популярным направлением для эмиграции Австралию – около 9%. 7% россиян предпочли бы основаться в Германии. В Солнечную Италию выбрали 6,5% опрошенных. Соединенные Штаты – 6%, а Великобританию – 5% людей. Компания «Майбокс» – это профессиональная помощь по организации переезда в квартир. Ваш переезд – наша забота. Сделайте заявку по телефону 227-0107. Устали от бесконечных поисков информации в интернете? Вездесущие баннеры и устаревшие объявления сводят с ума? Спокойствие! Газета «Из рук в руки» – это удобный, доступный и понятный источник информации. Свежие объявления, пройдя через руки наших операторов, дважды в неделю попадают в газету. Из рук в руки – испытанный способ решать вопросы. О доступных квартирах и долевом строительстве. Как всегда, наша рубрика «Право на жилье». Доверяй, но проверяй. С этим не поспоришь. Наверное, уже многие забыли ту громкую историю о гаражном комплексе ГСК-273, где в начале, так и хочется сказать, 90-х, но нет, 2000-х. По причине чрезмерного доверия произошел самый настоящий рейдерский захват. Гаражно-строительный кооператив номер 273 – это трехэтажное здание по адресу Металлургов 66, где почти полторы тысячи гаражных боксов, расположенных на площади более двух гектаров. Вернее, это было трехэтажное здание. Сейчас по этому адресу высокий бетонный забор с колючей проволокой. Окунаться в историю не будем. Напомним только, что в 2004 году собственников гаражных боксов, можно сказать, выставили со всеми вещами, сказав, что теперь на этом месте будет новый торговый центр. Торговый центр так и не появился, но и собственность вернуть до настоящего времени пайщикам не удалось. Почему же произошла данная ситуация? Кооператив существует в 70-х годах, но, к сожалению, люди, настоящие пайщики, истинные владельцы данной недвижимости, не успели зарегистрировать право. Этим воспользовались лица своих корыстных целей. По словам пайщиков, оформить все документы не удалось из-за частой смены владельцев, арендаторов и председателей. С тех пор прошло более 50 судов. Собственники организовали общественное движение «Общество обманутых пайщиков ГСК-273» и продолжают бороться за свое имущество, причем самостоятельно. Подобная ситуация может произойти с каждым, даже если все документы на собственность у вас на руках. Поэтому на всякий случай будет полезно знать, что делать в первую очередь. Необходимо обратиться к грамотным юристам и в случае каких-либо спорных ситуаций на недвижимое имущество, даже в случае, если юридически оно же считается утерянным, привлечь грамотных юристов для решения своего вопроса в судах различной инстанции. Если данная ситуация произошла и по каким-то причинам вы лишились своего имущества, в частности недвижимости, не нужно об этом молчать. Чем больше и громче вы это озвучите, тем лучше. Митинги, письма, средства массовой информации, любые доступные средства, разумеется, в рамках закона. Я являюсь председателем общественного движения «Право на жилье». Мы сами столкнулись с подобной же ситуацией в малоэтажном строительстве. И прекрасно понимая обманутых людей, учитывая, что у нас общие проблемы, мы решили их поддержать и совместно добиться нашей цели и их цели. В общем, будьте внимательны и помните поговорку «Доверяй, но проверяй». А знаете ли вы, самая большая в мире автомобильная парковка находится в Германии. Два 12-этажных здания, в каждом из которых более 4000 парковочных мест. Автомобили доставляются на нужный уровень при помощи специального роботизированного подъемника. Кстати, при желании посетители могут подняться вместе со своей машиной. Группа компаний «Уральская крепость». Операции с недвижимостью первичной, вторичной, загородной, промышленной, коммерческой и готовым бизнесом. Ждем вас по адресу Хохорякова, 10, офис 101. Телефон 8-922-181-32-85. Наш сайт www.уральскаякрепость.рф Весна, дача, холодно. Есть решение «Чугунные печи-камины» для дома и дачи. Быстрый монтаж, живой каминный огонь, мягкое тепло и украшение интерьера. Все это наши чугунные печи-камины. Звоните 354-11-35. Приходите. Ереванская, 63, торговый дом «Капитан». Вместе с теплыми лучами солнца торжественно открывается строительный сезон. Что в планах? Ремонт? А может новый дом? Почему нет? Новый коттедж где-нибудь на берегу озера, в сосновом бору. Всегда чистый воздух, яркие закаты. Стоп! Хватит мечтать! Пора действовать! Допустим, с местом вы уже определились. Это тот самый сосновый бор у того самого озера. Теперь нужно произвести исследование грунта и начать разработку проекта с привязкой к реальному ландшафту. Создавая проект, не лишним будет детально проработать дизайн интерьера и прилегающей территории. Кстати, выгоднее выбирать место для будущего дома в уже готовом коттеджном поселке. В дальнейшем это значительно ускорит процесс с подводом коммуникаций. Далее переходим к воплощению проекта мечты в реальность. На очереди фундамент, стены, водопровод, крыша или наоборот. Отделка, электричество, двери, отопление, утепление. Главное во всем этом бесконечно длинном списке ничего не упустить и сделать все в правильной последовательности, что не так-то просто. Поэтому если в планах у вас все-таки новый дом, коттедж, а не головоломка, самым верным решением будет обратиться в строительную компанию. Желательно такую, где все работы, начиная от покупки земли и заканчивая прикручиванием любимой полочки, включены или предусмотрены. Знаете ли вы, существует железный дом. Роберт Бруно потратил на постройку своего дома 110 тонн стали и 30 лет. Несмотря на то, что площадь дома составляет 3000 квадратных метров, полноценно жить в нем невозможно, ведь каждый шаг гулка отдается. Зато дом вполне можно использовать в качестве декораций какого-нибудь фантастического кинофильма. Задумались о строительстве собственного дома? Компания «Фронтстрой» выполнит весь необходимый комплекс работ под ключ. Внимание, акция только у нас. При заказе ремонтных работ 3D-визуализация за полцены. Подробности и заявки по телефону 345-73-75. Наш сайт www.frontstroy.ru Смертность от загрязнения воздуха неуклонно растет. Например, в Китае в 2010 году уровень загрязнения составил 40% от общего мирового уровня. Такая экология становится одной из причин смерти более миллиона человек, согласно New York Times. Для тех, кто беспокоится об экологии вообще и экологичности своего дома в частности, наш следующий сюжет. Представьте, вы заходите домой, делаете глубокий вдох и чувствуете запах натурального дерева. Близость к природе вы всегда сможете ощущать, построив дом из клееного бруса. Такие дома сохраняют все положительные свойства дерева. Воздухопроницаемость, благодаря которой осуществляется естественный газообмен сквозь стены дома. Низкий вес и низкая теплопроводность, благодаря чему в таких домах всегда тепло. Клееный брус – это чистое дерево, натуральное дерево, это эстетика. Это очень красиво, экологично. Чем хорош именно клееный брус? Винцы дома из клееного бруса не деформируются, брусья не растрескиваются со временем, что, как правило, случается со цилиндрованным бревном или массивом бруса. Также, конечно, пригодно как для жилых домов, так и для коммерческой недвижимости. Можно строить гостиницы, рестораны, все что угодно, любые, в общем-то, строения. Начиная от беседок и бани, заканчивая уже крупными объектами, такими как гостиницы и рестораны. Такие дома не требуют дополнительной отделки. Сама поверхность бруса обладает мебельным качеством и прекрасно смотрится в интерьере. Дома из клееного бруса – это безупречная экологичность и красота натурального материала. Большинство из нас работает в центре мегаполиса, дышит загрязненным воздухом городских улиц. Так сделайте свой дом местом, где организм отдыхает физически и эмоционально, ведь это необходимые условия для полноценной жизни. Знаете ли вы, несмотря на распространенное мнение о богатстве звуков тропического леса, днем в этом месте царит почти мертвая тишина. Только внезапный выстрел или вскрик могут вызвать разнообразные крики многочисленных птиц, обезьян и других животных. Группа компании «Ураллеспром» осуществляет полный цикл обработки древесины на современном оборудовании и строительство домов из клееного бруса. Звоните 253-1-253. Заходите на сайт www.uralhouse.ru Интернет-провайдер-кабинет. Безлимитные тарифы для эффективной работы вашего бизнеса. Достойные скорости, оптимальная стоимость. Кабинет. www.telenet.ru Вода – один из наиболее важных ресурсов для нашей жизни. Для того, чтобы решить проблему водоснабжения в своем доме, производится бурение скважины. Благодаря скважине вам не нужно будет экономить воду. Она будет подаваться бесперебойно и в необходимом количестве. Процесс установки такого автономного водоснабжения проходит в три этапа. Проводится электронно-магнитная разведка с целью определения оптимальной точки для заложения скважины. Этот этап очень важен, поскольку водозаборная скважина, пробуренная без предварительной геофизической разведки, может оказаться сухой. То есть в ней попросту не будет воды. Необходимое время на исследование и обработку материала составляет два дня. В основном, конечно, скважины будут глубиной от 30 до 50 метров. Это большинство скважины, которые больше, чем 80 метров. Это крайняя редкость. По самым крепким грунтам мы проходим за один день максимум. Второй этап – бурение самой скважины, которое может производиться в любое время года. Такие работы хорошо производить сейчас, поскольку в этом случае они не нарушат эстетику вашего участка и не повредят посаженным растениям и огородным культурам. Особое значение имеют материалы. 90% роводопособности зависит от того, как поставили трубу и что это за труба. Потому что если трубу поставить неправильно, то в скважины будут попадать рухлые обхороды и верховые воды. Для того, чтобы избежать попадания этой воды, используется НПВХ-труба. НПВХ-труба – непластифицированная пищевая смола с остеклением. Остекление утяжеляет трубу и раструбное соединение, которое тоже присутствует в этом виде трубы, позволяет создать гидрозатвор, который отсекает все верховые воли. Опять же, при правильной установке. Она из пластиковых труб. Единственное, разработана немцами как аналог стальной трубы, но при этом более экономичной. Когда работы по бурению скважины завершены, специалист проверяет, чтобы вода была чистой, прозрачной. Третий этап – установка водоподъемного оборудования. Заказчик может сам выбрать, какой насос ставить, какие материалы использовать. Однако специалисты советуют отдать предпочтение пусть более дорогому, но качественному оборудованию. Делать нужно один раз и навсегда, и никаких временных решений. Когда насос установлен, специалисты проводят его пробный запуск. Первую воду прокачивают, чтобы избавиться от мелких частиц, попавших во время бурения и установки насоса. После проведенных работ заказчику выдается паспорт на скважину, подтверждающий его право пользоваться чистой водой. Советуем обращаться в компанию, которая проведет полный комплекс. Все три этапа работ, поскольку это сэкономит ваше время и гарантирует качественное водоснабжение для вашей комфортной жизни. Дыры в земле обычно не являются желанным объектом на рынке недвижимости. Однако залив Blue Hole Bay на Багамах со своей главной достопримечательностью прибрежной впадиной глубиной 203 метра продается за 24 миллиона долларов. Компания «Бурсервис» проводит весь комплекс работ по бурению и обустройству скважин с гарантией до 5 лет. На скважину предоставляется полный пакет документов. Подробности в офисе компании на сайте bur66.ru и по телефону 268-1705. Что может быть лучше, чем вернуться после насыщенного трудового дня домой, где уютно и спокойно? Для создания правильной атмосферы в доме советую посмотреть нашу рубрику «Уют и комфорт». Изысканный интерьер, дорогая итальянская мебель, английский камин и... Заляпанные старые деревянные окна. Картина не самая приятная. Согласитесь, в доме, как и в человеке, все должно быть прекрасно. Тем более, что весенняя пора просто обязывает нас навести порядок. И если вы до сих пор этого не сделали, поставить новые пластиковые окна. Эта часть жилища определяет, сколько света поступает в комнату, формирует ощущение простора или, наоборот, стесненности. При производстве пластиковых окон оборудование должно быть отменного качества, чтобы исключить любые технические погрешности. Стекла, то есть есть серебряный покрытие, то есть есть также свето-непроницаемые стекла. Начинается изготовление окна с заготовки профиля. Далее выпиливается усиливающий армированный профиль. Потом сваривается готовая конструкция. Зачищаются наплавы после сварки, устанавливаются резиновые уплотнения. Следующий шаг – установка фурнитуры и в завершение – остекление готовой конструкции. Компания, имеющая свое производство, находится в более выгодном положении, поскольку могут предложить потребителю более низкую стоимость. Хороший вариант изделия – это пластиковое окно из пятикамерного профиля. Профиль состоит из, так сказать, камер, в которых, соответственно, есть воздух. Чем больше камер, соответственно, тем больше прослойка идет воздуха и непосредственно не дает морозу проникнуть сквозь этот профиль. Окно из пятикамерного профиля обладает такими параметрами, как функциональность, долговечность, пылеизоляция, шумопоглощение, пожаробезопасность и морозоустойчивость. Большое значение имеет качество материала, использованного в пластиковом окне. Если материал некачественный, если брать обыкновенное стекло, не светоотражающее, не содержащее серебро, то есть разница существенная. Когда будет солнце, будет очень жарко. Когда будет, допустим, пасмурная погода, то есть тепло будет быстрее выходить. Солидные организации, как правило, предоставляют бесплатную услугу замера окна и консультации. Также хорошим тоном является и вывоз мусора после установки окон. Некоторые компании даже устанавливают рекорды по изготовлению через три дня после замера. Смотрите, выбирайте то, что нужно именно вам. Благовыгодные предложения на нашем рынке пластиковых окон есть. Нужно лишь как следует поискать, и пусть в вашем доме все будет прекрасно. Любишь общаться? Хочешь работать на телевидении? Ценишь свободный график? Нравятся яркие творческие люди? Значит, это работа для тебя. Проект «Полезные метры» и творческий центр «Премьер Продакшн» приглашают на работу менеджеров по продаже телевизионной рекламы. От нас. Гибкий график, творческий коллектив и хороший доход. От тебя. Грамотная речь и желание зарабатывать. Звони 219-8777. Мы ждем тебя. Компания «Лидер» на фронтовых бригад 15. Это собственное производство пластиковых и алюминиевых конструкций. Высокий профессионализм, исключительные цены. Наш телефон 382-36-32. Заходите на сайт oknodeficentp.ru. Приходите. Улица фронтовых бригад 15, офис 203. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему кого-то мы готовы слушать часами, а кого-то не можем вынести и пяти минут? Что такое голос? Голос – это в первую очередь то, как нас воспринимают, это то, как нас слышат, то, как мы воздействуем, возможно, на людей, на наших партнеров. Оказывается, все дело в голосе, в его тембре и интонациях. Уже доказано, что успех или неуспех переговоров в первую очередь зависит от голоса, от его подачи. Мягкий бархатный голос располагает. Слишком высокий, напротив, отталкивает. Слишком тихий, настораживает. Слишком громкий, пугает. Важно разговаривать не только, чтобы нас слышали, но и правильно понимали. Вообще, красивый голос, наверное, это тот, что человек умеет управлять все-таки. Потому что красота голоса – это все равно индивидуально, как красота человеческая. Поэтому ряд упражнений есть. Если сейчас все, я, к сожалению, не перечислю, но возможность поставить голос, конечно же, есть. Прежде всего, на голос, на его силу и подачу влияет дыхание. Поэтому очень важно научиться правильно дышать. Важно задействовать весь голосовой аппарат, начиная от голосовых связок, заканчивая брюшной полостью. Поскольку голосовой аппарат – это прежде всего мышечные материи, относиться нужно к нему, как к мышцам, то есть постоянно тренировать. Для постановки голоса нужно полгода, год. Бывает, что больше. Это все очень индивидуально. Но, к сожалению или к счастью, это не маленький этап времени. Нужно этому посвятить достаточно приличное количество времени и, конечно же, заниматься самостоятельно. Существует ряд упражнений для постановки голоса, причем для каждого они индивидуальны. Поэтому изначально их лучше подобрать и отработать со специалистом. В Старой Италии в паспорте в числе прочих примет человека указывался и тембр его голоса. Считалось, что тембр голоса является природным свойством человека и его изменить нельзя. Центр правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик» приглашает на индивидуальные и командные занятия в удобное для вас время. Дикция, дыхание, постановка речевого голоса, речевой и деловой этикет, основы ораторского искусства, психология, делового общения и многое другое. Мы ждем вас по адресу Хохрякова, 104, офис 320, телефон 200-09-90. За стиль ведущий благодарим салон «Леваль». Ждем вас по адресу Сити-Центр, проспект Ленина, 50, 3-й этаж, бутик 313. За стиль ведущий благодарим салон красоты «Юстайл». Дарите любимым красоту и радуйте самих себя. Только в мае при окрашивании волос стрижка в подарок. Приходите «Мира-2», телефон 219-00. Это была программа о грамотном дизайне, надежном строительстве и уютном доме. У вас есть вопрос к нашей редакции? Звоните по телефону 219-87-77. Увидимся ровно через неделю. И пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова